Итак, друзья, как вы уже могли видеть, нам удалось достроить гидрокаву, удачно протестировать спасательное оборудование, и, что немаловажно, с первого раза удачно протестировать мотоцикл на Финском заливе. Самый часто задаваемый вопрос, который я слышал больше 10 раз точно, это какие твои первые ощущения, когда ты ехал на мотоцикле по воде. Я бы все-таки хотел сказать об ощущении, которое я получил, когда я подкатил первый раз мотоцикл к воде. Ну, чтобы вы могли понимать, до этого момента я, в принципе, на 100%, и вся моя команда, мы были уверены, что все получится, что все поедет, и что все будет хорошо. Но как только я подкатил мотоцикл по воде, вся моя уверенность куда-то улетучилась. Я смотрел на мотоцикл, смотрел на воду, и никак не мог понять, как этот мотоцикл может ехать по воде. А непосредственно каких-то чувств, ощущений, когда я именно ехал по воде на мотоцикле, я особо не испытывал. У меня была задача выехать на воду, проехать и вернуться обратно. То есть особо я там о другом, о чем-то пока что не думал. Это был первый раз, я, в принципе, не знал, чем все это закончится, поэтому здесь вот мне сложно сказать, какие я ощущения испытал при этом. На следующий сезон у нас очень много грандиозных планов. И начнем мы, пожалуй, с того, что не успели в этом году. А именно, перформанс на красивой исторической локации нашего любимого города Санкт-Петербург. Но перед этим вы сможете увидеть Гидракау на двух мотофестивалях, Имис и Мотостолица, которые пройдут в апреле и мае, соответственно. Так что приходите к нам на стенд, мы с радостью ответим на все ваши вопросы и просто круто проведем время. И да, друзья, все последующие видео по данному проекту будут выходить на этом канале. Никогда не думал, что это скажу вообще, но подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все будет круто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!